И хотя медали уже давно нашли своих героев, но слова благодарности в адрес тех, кто пережил войну и поднимал Беларусь из руин, не заканчиваются. Анатолий Ильин отмечает юбилей. С 95-летием труженика тыла лично поздравляет мэра Бобруйска. Спасибо, дорогой мой. Спасибо, дорогой. Всего вам здоровья. Когда война пришла в его дом, Анатолию Ильину было всего 13. Время было тяжёлое, а мужчины уходили на фронт. Женщины и дети трудились в тылу. Добывали Победу у станков. Так и наш герой в 14 лет устроился на Нижнесергенский металлургический завод. Числился в электрическом и поросиловом цехах. Ни о каком графике речи быть не могло. Работали и днём, и ночью по 8 и 12 часов. После окончания Великой Отечественной поступило в Свердловское пехотное училище. Вот я поехал в Свердловск, три месяца проучился и опять вернулся в Слуцк. Я являюсь на Урал опять через какое-то 4-4 месяца. Пробыл я на Урале, приезжаю обратно в Слуцк и начинаю служить уже замполитом роты. За время военной службы Анатолий Иванович занимал разные должности. Был командиром взвода, секретарём порткома и замполитом полка. Были и командировки в Германию и Венгрию. Перевели в Томск, когда Жукову назначили командующим Уральскому округу. Забрали у него училище и отправили в Томск. И экзамены я сдавал в Томске. И лейтенанта тогда? Да, лейтенанта там получил по первому разряду. 60-е годы прошлого столетия Анатолий Ильин переехал в Бобруйск. В свои 95 труженик тыла самым дорогим считает не награды и медали, а свою семью. У юбиляра двое детей, четверо внуков и шесть правнуков. Мужчина полон сил и энергии. Во время рассказов о тех страшных годах просит об одном – чтобы не забывали уроков войны и помнили, и в тылу ковалась победа. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok